Каждой весной в апреле в Раменском городском парке культуры и отдыха проходит плановая уборка территорий и побелка деревьев. Парк давно стал любимым местом отдыха жителей и гостей города. Одной из основных задач, по словам директора парка Сергея Бурмистрова, является сохранение уникальности объекта, при этом делая его более современным. Мы подсыпали песка на детские площадки, насыпали землю, где это необходимо. Вот сегодня приступили к побелке деревьев, ну и дальше ведем свою работу по графику. В следующем этапе мы приступаем к покраске детских элементов, к покраске наших заборчиков, лавочек. То есть мы ведем свою непосредственную работу, как это и должно быть, несмотря на сегодняшнюю ситуацию в стране. После зимы накопилось много мусора и сухих веток, поэтому рабочие почистили территорию парка, побелили деревья. Это для того, чтобы никакие вредители, да, там деревья не точили, так сказать, не кушали, не обгрызали, то есть не какие-то муравьи и все остальные мошки, насекомые. Да, 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 всегда перед первым маем идет покраска деревьев, то есть чтобы облагородить, было все беленько, чистенько, все хорошо. Побелки подвергаются все деревья, независимо от возраста. Если есть опасения, что тонкая кора молодых деревьев может получить повреждения от используемых химических активных веществ, входящих в состав побелки, существуют различные методы по борьбе с этим явлением. Чтобы не обжечь кору, рекомендуется уменьшение концентрации извести. Здесь известь есть и вода, там добавим на один мешок известь, добавим там 30 литров вода, чтобы не было там слишком жидкости. Сегодня территорию парка посетили проектировщики, на встрече с которыми обсуждался будущий проект по благоустройству этой территории. У нас главная задача выйти с готовыми сметами, с готовым проектом, согласованными с жителями на следующий год. Также недавно в Раменском городском парке культуры и отдыха была установлена уникальная лавочка, полностью переработанная из пластика. Это единственный экземпляр по всему Раменскому городскому округу. Действительно хочется сделать так, чтобы жители потом не сказали, ну сделали, а для кого. Поэтому, безусловно, мы должны опираться на их мнение, но не должны забывать, что это все-таки историческая территория. Мы должны придерживаться концепции той эпохи. Игорь Чернышев, Дмитрий Курунов и Антон Карташов. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова